Двое взрослых и двое детей погибли в результате взрыва автомобиля под Горловкой. Один человек ранен. По сообщениям местных жителей, в районе населенного пункта Красный Партизан взорвался управляемый фугас. В тот момент мимо проезжала машина с мирными жителями. Бои на Донбассе не прекращаются. Стреляют на юге Донецкой области, в районе Песок и Авдеевки. О перестрелках сообщают и жители Луганщины. Продолжит Светлана Павлякова. На юге области продолжаются бои. Звуки перестрелок слышат даже жители Мариуполя. Под обстрелом Толоковка и Широкино. Продолжаются бои в районе Донецкого аэропорта, под огнем село Пески. О взрывах сообщают и жители Авдеевки. Некоторые районы города по-прежнему остаются без света, воды и тепла. Местные жители говорят, пенсию платят, но снимать деньги с карточек приходится в соседних городах. Тишина страшная. Ночью поднимают. В 12, 2, в 4. У нас сосед живет, говорит, восьмой раз по Воробьеву. Восьмой раз в квартиру. Все разбито. Кушать, слава Богу, есть. Привозят, видите, машины. Едут, как говорится, под огнем, а привозят. Пенсию так получают. Пенсию получают Дмитриеву, Красноармейские. Слышны взрывы и в Горловке. В Дебальцево саперы проводят разминирование территории. Ведутся восстановительные работы. Не все местные жители могут вернуться в свои дома. Семь месяцев сидим в подвале, под крытым рынком. Вытащили люди меня с подвала. Свой дом горело, как собака. В 66 лет остаться без иголки, без нитки. Дома вот так ходили ходором и боялись, что завалят плитами. Люди уже пытались даже выскочить из этих бомбоубежищ, потому что там невозможно было находиться. В селе Никишино теперь живут в основном пенсионеры. В ноябре из-за непрекращающихся обстрелов все местные жители покинули населённый пункт. Сейчас люди возвращаются в свои разрушенные дома. 7 ноября я отсюда выехала. Вот три месяца побыла. В шахтёрскую квартиру снимала, вернулась сюда. А тут куда? Грязь. Всё грязи. Всё страшное, ужасное. Похожая ситуация и в соседнем с Никишино посёлке. В Чернухино начинают возвращаться местные жители, в основном пожилые люди. Каждый второй дом здесь разрушен. Погибшую от осколочного ранения женщину соседи похоронили в воронке от снаряда. Отвезти тело на кладбище не разрешили военные. Посёлок сотрясался от взрывов. Вылезла только с погреба. Её ранило. Хотела взять свечку. И разрыв. Дни пять она лежала в доме. Потом шестого её сюда хоть в воронку прикопать. А потом, когда бомбежка закончится, думали вернуться и перезахоронить. Возобновились бои в Луганской области. Звуки перестрелок слышны со стороны Бахмутской трассы. Также столкновения происходили на окраинах Крымского, Желобка и Станицы Луганской.